Доброе время суток, уважаемые родители. Надеюсь, предыдущий наш рассказ вас привлек ваше внимание, вас заинтересовал. Поэтому продолжаем разговор об эпилепсии. И если вы, как говорится, не смотрели предыдущий нашу лекцию, то я вам советую к ней вернуться, потому что сейчас мы будем говорить исключительно про продолжение нашей темы. Итак, напоминаю, что речь идет об эпилепсии. И сейчас мы поговорим о том, как протекает это заболевание и как все-таки немножечко постараться упредить, углядеть и помочь, соответственно, ребенку выйти из этого приступа, ну, практически с минимальными потерями для состояния здоровья ребенка. И вот здесь нужно понимать очень четко, что эпилепсия, любые ее формы, это, ну, почти единственное заболевание. Есть еще одно заболевание, сходное по признакам с эпилепсией, именно по начальным признакам, это мигрень. Так вот, мигрень и эпилепсия – это единственное заболевание, которое имеют предвестники, то есть так называемую ауру. Что это значит? Это значит, что у ребенка, в данном случае мы говорим о ребенке, хотя у взрослых это тоже проявляется. Есть симптомы, которые проявляются за несколько минут до приступа. И вот очень важно выявить эти симптомы, потому что при правильном поведении, при правильном показании помощи приступ можно упредить. И вот, как бы, организм дает такой сигнал, да, красный цвет, внимание, скоро будет приступ. Что же это такое за предвестники? Что же это такое за аура? Так вот, у ребенка проявляются такие симптомы за несколько минут до начала приступа, где-то минут за 10 в среднем. Ну, во-первых, это головная боль, достаточно сильная головная боль, и дети жалуются, что болит, дети хватаются за голову, дети пытаются, начинают плакать, пытаются потереть это место. Дальше, следующий признак ауры при эпилепсии – это тошнота и рвота. Вы можете мне сказать, ну как же, вот на фоне головной боли тоже может быть тошнота и рвота. Правильно. Но при эпилепсии головная боль, тошнота и рвота, извините, возникает не на остроте головной боли, а практически одновременно с ней. То есть, ребенок вот только пожаловался на головную боль, и вот начинается тошнота и рвота. Дальше, при эпилепсии перед приступом дети начинают очень активно реагировать на внешние раздражители, а именно, их начинает раздражать свет, звук любой, посторонние запахи. И вот вроде бы, да, то есть, как это проявляется? Ну, вот ребенок играл, играл, и вдруг стал чувствовать, что у него начинают болеть глаза, он не может смотреть на свет, он старается отвернуться от лампы, хотя вот только что буквально он вот под этой лампой играл. Вот его начинают раздражать звуки, скажем, там работающего телевизора. Иногда даже бывает, что он закрывает уши и пытается спрятать голову там под подушку или завернуться в одеяло. Он убегает с кухни или от тарелки, которая там стоит, допустим, в комнате, или чем-то пахнет, или цветы, которые стоят там, цветут и сдают какой-то запах. Это все начинает его раздражать. Или запах парфюма, скажем, у мамы, который вот ему только что нравился, он с удовольствием нюхал и говорил, ах, как вкусно пахнет. И вдруг его становится это раздражать, ему это не нравится, он начинает плакать, он стремится от этого запаха убежать куда-то, спрятаться. Вот это и есть проявление этой ауры. Но это еще не все. Кроме всего прочего, начинает возникать, проявляться какие-то неврологические симптоматики. То есть, меняется речь ребенка, если вот он только что щебетал и говорил нормально, речь может становиться замедленной. Ну, примерно вот так вдруг возникает какое-то такое монотонное, медленное общение ребенка. Это может возникнуть выпадение слов, например, он что-то говорит, вдруг остановился, как бы по ощущениям, что он забыл вдруг, что он должен договорить что-то. Кроме того, может нарушиться походка, когда же ребенок нормально, прекрасно ходит, и вдруг его стало немножечко заносить то влево, то вправо, какая-то походка становится не твердой. Вот это все является проявлением ауры. Что нужно сделать в этот момент? То есть, понятно, что через несколько минут у ребенка начнется приступ. Поэтому нужно принимать меры. Значит, в этот момент, ну, первое, что нужно делать, нужно ребенка обезопасить от возможных повреждений в момент приступа. Поэтому желательно его уложить, обязательно находиться рядом, обязательно под руками должны быть какие-то наборы, для того, чтобы можно было его удержать. Это может быть какое-то там одеяло, чтобы накрыть. Это может быть какие-то предметы, которые помогут смягчить вот состояние ребенка в судорогах и так далее, и так далее. Об оказании помощи в момент приступа мы поговорим чуть позже. Значит, в данном случае мы говорим о помощи ребенку перед приступом в период ауры. Значит, говоря о препаратах, о лекарствах в период ауры, они не даются, они не могут предотвратить приступ. Зато приступ может предотвратить воздействие на биологически активные точки. Да, есть биологически активные точки, которые не лечат эпилепсию. Давайте мы с вами будем говорить совершенно конкретно. Но если воздействовать на эти точки правильно в период ауры, то мы можем приступ предупредить. То есть он может не развиться. Особенно если речь идет о малых приступах. Да, о тех приступах, не больших, а о малых приступах эпилепсии. Хотя большие тоже могут быть не, могут не развиться. Значит, естественно, у тех, кто меня слышит, возникает сразу вопрос, желание. Ой, покажите нам скорее эти точки, где они располагаются. Сейчас я вам покажу. Значит, вот с нашим Ванечкой мы сейчас разберемся. Смотрите, точки располагаются... Давайте мы с вами поговорим. Значит, первая... Первая ушная раковина. Прижимаем край ушной раковины на голове. Вот точка на этом месте, на черепе, на височной кости, в месте прикрепления верхнего полюса ушной раковины. Понятно, да? Вот эта ушная раковина. Вот точка. Не на ухе, а на височной кости. Раз. Вторая точка. Отодвинули ушную раковину, подняли. Идет сосцевидный отросток височной кости на самой нижней его части. Вот она. У нас в свое время там была точка, снижающая внутричерепное давление. Два. Третья точка, которую мы воспринимаем, точка на середине брови. Вот середина брови. Это не линия волос, а это костная полоска, верхний край глазницы. Вот середина брови. Третья точка. И четвертая точка. Посмотрите сюда. Линия, проходящая вот через родничок до затылочного бугра. Середина затылочного бугра. Вот она. И точка. Очень интересно. Но дети ее не очень любят. Вот эта точка на кончике носа. Самый кончик носа. Вот, значит, четыре точки. Да, вы меня услышали. Да. И точка под носом. Тоже дети не очень любят. Она достаточно болезненная у них. Под носом. Прямо на верхней губе. Вот она. Да, пять точек, по-моему. Шесть или шесть. Получается. Значит, точки мы с вами разобрали. Теперь мы поговорим о том, как на них воздействовать. Есть общие правила воздействия. Посмотрите внимательно. Я вам показываю. Мы воздействуем средним пальцем. Подушечкой среднего пальца. Делаем движения, надавливающие с достаточно большой силой по часовой стрелке. И на каждую точку мы воздействуем не более семи секунд. Да, где-то вот считаем до семи. Семь секунд. И переходим на следующую точку. Семь секунд. Переходим на следующую точку. Семь секунд. Переходим на следующую точку. Семь секунд. Переходим на следующую точку. И воздействовать можно как с одной, так и с другой стороны. Точки осуществляют свой эффект абсолютно одинаково. Таким образом, еще раз напоминаю вам, что это воздействие осуществляется не в момент приступа, а перед ним, как только вы обнаружили симптомы ауры. Если вы симптомы ауры не обнаружили по каким-то причинам, ушли они из вашего поля зрения и начался приступ, то эти действия бесполезны. И нужно осуществлять другие действия. Итак, первая помощь для ребенка в момент приступа. Вот здесь очень важно, чтобы вы разделили. То, что мы говорили до сих пор, мы осуществляем в период ауры. А то, что мы будем говорить сейчас, это осуществляется в момент приступа. Сейчас вот это я вам покажу, и на следующем занятии мы продолжим наш разговор. Итак, буквально несколько шагов, которые вы предпринимаете. Первое. Мы должны положить ребенка на бок. Вот он лежит на боку в том положении, как ему удобно. Вы присутствуете рядом, вы его фиксируете. Второе. Вы должны следить за его дыханием, чтобы пути дыхательные были чистые. Не надо дергать язык. В отличие от эпилепсии у взрослого, у ребенка не надо язык фиксировать. Вы будете ему только мешать. Значит, кроме того, после приступа ребенок уснет. Если осуществилась потеря дыхания, значит, вы делаете искусственное дыхание методом рот в рот. И после того, как вы убедились, что дыхание восстановилось, и ребенок спит, дайте ребенку уснуть и не будите его. Он должен проснуться сам. Это очень важно. Вот эти моменты вы должны делать. Если вы чувствуете, что что-то не получается, или состояние ребенка, вот такие приступы затягиваются и так далее, значит, срочно нужно вызывать скорую помощь, говоря о том, что это срочно. Они должны приехать в бригаду очень быстро. Вот. И все это время вы находитесь рядом с ребенком. На этом наша вторая часть заканчивается. Я желаю вам здоровья, хорошего настроения и берегите себя. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok